МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суть документа в том, что российские железные дороги в рамках развития Восточного полигона берут на себя задачи по популяризации спорта. Спорт очень простой, понятный, недорогой с точки зрения вхождения в него. Чтобы ребенку заняться хоккеем или чем-то, нужно сильно потратиться. Для самбо нужны борцовки и, собственно говоря, трусы борцовские. Поэтому партия «Единая Россия» запустила в рамках всей страны проект за самбо. Мы активно его популяризируем, помогаем с спортивными матрасами, со спортивной экипировкой и вовлекаем людей в занятия спортом. Пуляризируем его на территории всей страны. И очень здорово, что РЖД в рамках развития Восточного полигона, в том числе, заинтересовалась повесткой спортивной, «Локомотив», спортивный клуб, вовлечение детей, которые живут в поселках на Восточном полигоне вдоль БАМа. Они будут, естественно, участниками этого спортивного проекта, будут вовлекаться в него. Это здоровое общество, здоровый образ жизни. Ну и, соответственно, это, в том числе, и часть корпоративной культуры. Популяризация спорта понятна, когда вы говорите о развитии на территории городов, поселков Восточного полигона. То есть мы говорим о появлении инфраструктуры, или мы говорим, что на территории школ уже существующих появятся специалисты, которые будут обучать детей самбо, в частности, да, и вы поможете им самим матрасом и экипировкой. И то, и другое. Конечно, предполагается и появление новых объектов, и использование существующей инфраструктуры. Очень часто сталкиваются и юношеские спортивные школы, и спортивные клубы с тем, что нет внутреннего насыщения. Как я уже говорил, многие виды спорта являются трудоемкими, трудозатратными, финансово затратными. Их сложно развивать в низкобюджетных поселках. Такие как раз вдоль БАМа и расположены. Здесь очень удобно вот этот вид спорта развивать. Как я уже сказал, очень недорого, очень просто. Специалисты, правда, здесь не в избытке, но с этим мы поможем. Дефицит кадров есть. Есть программы различные, по которым мы помогаем переквалифицироваться тренером. Вот кто занимался борьбой, дзюдо, это все схожие виды спорта. Поэтому будем здесь в этом направлении работать. На сегодняшний день есть понимание, в каких регионах конкретно, какие объекты появятся, и по количеству персонала все-таки? Может быть, вы уже осознаете, да? Какой-то сбор информации был? А соглашение у нас подписано рамочным, предполагает вовлечение. То есть начальный этап пока, да. Дальше появится, соответственно, план графика. Я думаю, что к 50-летию, который будет отмечаться у нас в этом году БАМа, во-первых, мы уже свои мероприятия запланировали. У нас будет открытие центра, собственно говоря, в Тынде. Центра по самбо. И вот к 8 июля мы уже откроем этот центр самбо. Я так понимаю, что будем приглашать туда и гостей, которые туда приедут, самых высоких. Уже будет что показать. Мальчишек, которые вовлечены, тренеров. Мы уже эту работу проводим, ведем. И здесь роль у российских железных дорог будет весьма значимой. То есть мы увидим, как это может выглядеть, как это в идеале нам представляется. Это все можно оттиражировать. Но опять же, есть понимание, что все-таки самбо, наверное, больше для мальчишек. Ваши личные позиции здесь все-таки? Центры будут построены, и мальчишек и девчонок вовлекаем. Всех призываем к здоровому образу жизни. Больше про мальчиков, наверное, этой истории нет? Конечно. Ну, я сколько открывал залов в новых регионах, есть и девчонки. Конечно, преимущественно, это для мальчишек история, но девчонки активно участвуют. Ваши личные позиции? Есть соревнования, вы видите, проводятся на месте женские дисциплины и мужские. Кстати, говоря по-женским, у нас не меньше медалей, чем по-мужски. Говоря о здоровом образе жизни, то, с чего вы начали, что необходима популяризация как раз-таки спорта в жизни россиян. Мы очень много в последние годы об этом говорим. Есть даже, появились там новые соревнования внутренние, внутри страны. Все-таки, как вы считаете, это про некую такую прививку, действительно, что надо это делать, или все-таки должно идти от самих людей? То есть, вот, покуда сам человек не поймет, что все-таки это важно для него. Это всегда движение в двух направлениях, как в железных дорогах, туда и обратно. Должно государство создавать условия. Условия? Да, должна быть в хорошем смысле агитация и пропаганда здорового образа жизни. Потому что здоровый образ жизни – это, соответственно, снижение нагрузки на систему здравоохранения, это увеличение продолжительности, увеличение трудоспособного возраста и так далее. Все это процессы напрямую влияющие на экономику, в целом на позиции мировые. Поэтому все страны за это борются. И у нас есть задача государственная – увеличивать продолжительность жизни, вовлекать людей в спорт. Задача, поставленная президентом, до 70% должно заниматься спортом на постоянной основе. Сейчас это показатель чуть меньше 60%. Поэтому к этому надо стремиться. И с точки зрения российских железных дорог, мы как Единая Россия от этого выигрываем, потому что мы вовлекаем людей, мы выполняем свои уставные задачи. Наша народная программа тоже об этом. Наша народная программа о тех задачах, которые перед государством стоят. Как мы их будем реализовывать, как будем доходить от точки А до точки Б. У российских железных дорог, которые развивают наши железные дороги в самых различных уголках страны, задача схожая. Нам же надо население, чтобы там привязывалось, не пили. Мальчишки здоровые, может быть, в жизни занимались с ранних лет. Очень часто в рабочих поселках делать нечего, инфраструктуры нет, но и соответствующие последствия для людей. Я сейчас не хочу всех белой краской или черной красить, но мы же знаем, мы же с вами живем. Да, в этой стране, да. Наша страна одна. Поэтому чем мы активнее вовлекаем мальчишек, подростков в такой здоровый образ жизни, простой, понятный, не требующий сильных затрат, тем больше выигрывают все участники этого процесса. И российские железные дороги – это же работодатель. Да. У любого работодателя заинтересован в том, чтобы к нему приходили кадры, удерживались. А как удержать? Если есть работник, и он понимает, что его мальчишки в пределе занимаются тем, чем нужно. Не случайно же в советское время придумали локомотив, спортивный клуб, который, значит, ну, часть корпоративной спортивной культуры внутри российских железных дорог. Мы знаем и футбольный клуб, и, соответственно, и хоккейные команды. Ну, в рамках локомотива можно развивать все, что угодно. Любые виды спорта. Поэтому сегодня вы занимаетесь, да. И самбо – это не исключение. Поэтому, как сказать, мне кажется, что здесь от этого, на подписание, от этого соглашения выигрывают все. Российский железный дорог, как я уже сказал, очевидно здесь. Ну, федерация самбо, понятно, она его развивает. Ну, а мы популяризируем спорт и несем его к людям. Спасибо огромное за это интервью, чтобы из рамочного соглашения стало реальностью и появлением той самой инфраструктуры во множестве, а не в единственном числе. Спасибо вам. Договорились. Так и будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова